сегодня 15 августа 2019 года степной участок в центре крыма основной герой моего сегодняшнее видео это миндаль ну и плюс еще несколько таких мыслей выскажу вот это сорт форос посажен в одиннадцатом или двенадцатом году посчитать его возраст это не трудно сделать это первый год когда он начал вот так вот показывать себя во всей своей можно сказать красе прежде чем начать заниматься садоводством во-первых нужно знать свои условия земля вода климат исходя из этих условий своих возможностей подобрать культуру правильно там условно яблоко слива фундук как у меня кизил или еще что-то зависит от того где вы живете и потом уже среди этой культуры выбирать именно сорт самый лучший сорт и сорта с опылителем вот у меня мой роман с миндалем не удался у меня на симферопольской даче долго росли даже более старшие деревья чем эти сорта качинский никитский я их пару лет назад выкорчевал потому что толку с них никакого мы вот с этих миндалей вот за все время но вот по нескольку штуками давали нам плодов каждый год хотя цвели всегда очень обильно я дам ссылку на цветение под видео но вот этот год как никогда как никогда он даже если вы правильно выбрали культуру вот например кизил вы можете поторопившись не угадать с сортом достаточно взрослый культурный кизил плодов на нем ну дай бог чтобы штук 5-6 вот видно что это культурный кизил сорта мы не угадали здесь не помню даже какой то сорт ну вот наш аборигенный крым семён крымский сорт семён просто поражает меня что в симферополе на даче что здесь вот при поливе при поливе он дает если пошел 3 или 4 года достаточно высокий он дает великолепный результат лучше значит правильный подобранный сорт вот тоже самое с сортами фундука огромный здоровый куст взрослый завязи скажем так кое-где был где-то особый урожай я не вижу вот наш абориген трапезун тоже у меня вот вот это чтобы поняли расстояние мне до пояса это побеги текущего года может быть чуть чуть выше загрузка урожаем это он дает мне первый урожай там с той стороны другой можно зайти мы уже в принципе видит потенциал сорта малютка это вообще он до пояса мне не достает и посмотрите сколько у него здесь поросли тем не менее это первый урожай вот еще малютка первый урожай на третий год это конечно перегруз но я в своих целях сделал это сознательно весь усыпан вот винтеровский саженец вот заметьте без зажири это не болезнь это все опек листьев и плюс еще к тяжелым условиям так сказать нашим крымским я его еще и не обрезал загрузил полностью урожаем ну давайте посмотрим на винтеровский клон говорит что у него особый клон самый продуктивный самый морозостойкий но я пока честно говоря разницу не замечаю во всех этих делах потому что только недавно начал этим заниматься но вот это у меня из тех же того же возраста посадки у меня этот винтеровский больше всего загружен урожаем не подумайте что вот эта желтизна на листьях на плюске это болезнь какая-то с годами это пройдет это у нас очень высокая температура вчера было 36 градусов в тени на солнце и вообще даже не измерял короче с 12 до 5 часов я сюда вообще не выходил пекло сплошное вот один из крупных плодов сорта форос ну вот чтобы вы поняли это так сказать размер полный плотный обхват моего большого и указательного пальца вот такой вот миндальчик у нас есть несколько деревьев от плителей они такие чуть поменьше околоплодники начали уже у них раскрываться то есть уже пора его собирать я уже собрал урожай с одного из таких деревьев тоже видите загрузка неплохая но чуть-чуть поменьше ну как чуть-чуть раза в два вот дерево это этого более мелкого сорта я не помню название мы покупали форос антик еще какой-то третий очень вероятно что это антик но не сто процентов вот я только что собрал урожай большое такое ведро с околоплодниками я сейчас очищу плюску у меня здесь стоят два пятилитровых ведра просто посмотрим какой будет урожай ну вот на выходе тоже ядро околоплодников и ровно пять литров пять литров миндаля нет у меня весов это все сейчас пойдет на сушку будет сушиться хочу еще что попал в историю наш местный беспризорный степной бандит кот морсак приучил я его года полтора назад доброе слово и спинка куриная сделали свое дело я никогда это огромный код пищи очень сильные у него я никогда не видел готов вот здесь вот такие вот как я не знаю как у хомяка с обоих сторон он очень любит когда ему так вот делают посмотрите такие наросты мурсик покажись вот он такой кот дети у него правда странные получаются вот думаю через неделю 2 созреет урожай фороса крупного крупного миндаля тоже сниму покажу культура конечно интересно есть у нее свои особенности в агротехнике свои тонкости одна из них наверно заключается в правильном опрыскивание по розовому бутону перед началом цветения чтобы его как-то это цветение оттянуть задержать вот ну за 7 с вами прощаюсь добра мира привет из крыма